Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и пришло время поговорить снова про Humankind. Разработчики игры постепенно раскрывают цивилизации, которые будут в Humankind. Правда, называть их цивилизациями не совсем правильно, и в названии видео я вынес это слово тоже не совсем мерным, потому что это культуры. А ваши уникальные цивилизации будут складываться как раз из этих культур на протяжении игры. Потому что в каждой эпохе будет 10 культур, из которых вы сможете выбрать. Игра вообще начинается с того, что у вас есть племя, без всяких обозначений, без всяких цивилизаций, без ничего. И как только вы основываете город, вы сможете выбрать одну из культур бронзового века. Вот о культурах бронзового века я и поговорю в этом видео. Правда, во-первых, они были анонсированы на английском языке, поэтому я буду по мере моих возможностей переводить название на русский, но могу кое-где ошибиться, и от официальной локализации мой вариант может отличаться. А во-вторых, разработчики не рассказывают о подробностях бонусов тех или иных культур. Ну, то есть, как это делают, например, те же Фераксис. У Майя есть уникальный район, который получает плюс науку от плантаций, да, предположим. Вот этого в анонсах культур от Humankind нету. Поэтому я буду кое-где домысливать, кое-где рассказывать просто, откуда культура взялась. В общем, давайте начнем. Первая культура бронзового века — ассирийцы. Они обозначены как экспансионисты, то есть, по идее, им будет проще расползаться или расселяться. Уникальный юнит — ассирийские рейдеры, это можно перевести как набейщики, набегатели. Во время 35-летнего правления короля Шалманессера III, они наводили ужас на Средний Восток в поисках богатств и силы. И уникальный район, Дунну или Данну, увеличивает защиту границ у ассирийцев и позволяет распространять их влияние на захваченных территориях. Вообще, древние ассирийцы — это население Северной Месопотамии во II-I тысячелетии до н.э., говорившее на аккадском языке. Вообще, слово «ассирийцы» произошло от города Ашур, который был столицей тех земель, и они были предками аккадцев и шумеров, и даже, возможно, современных армян. В игре, видимо, у них будут какие-то бонусы на войну и расселение. Вторая культура — вавилоняне, ученые. По-моему, во всех стратегиях вавилон делают учеными. Уникальный юнит, уж извините за произношение, Сабуша Кашти, поправьте меня в комментариях. Они служили в армии в обмен на доступ к земле, принадлежащей храму. Так, в описании написано. И уникальный район — астрономический дом. Вавилонские жрецы были великолепными астрономами и математиками, и работали в храмах, чтобы понять и предсказать движение планет. Ну, в общем, думаю, тут все понятно. Бонусы на науку. А вот что с уникальным юнитом, наверное, будет иметь бонус на биту на своей территории. То есть такая культура на высокую защитную империю. Третья культура — египтяне, строители. Уникальный юнит — маркабата. Уже привычные всем лучники на колесницах. Это и в пятый, и в шестой цель, и вообще, по-моему, везде. Уникальный район, не поверите, египетские пирамиды. Так как в описании говорится, что это дом для загробной жизни фараонов, то, возможно, они будут давать какой-нибудь бонус на культуру. Ну, а перк-строитель, вероятно, дает бонус на постройку зданий или районов в городах Египта. Четвертая культура — это Харапская. Появилась в Польше египетская и Месопотамская, но занимала наибольшую площадь. Почти в два раза превосходя суммарную площадь двух остальных. И появилась она на реке Инд, то есть на территории современной Индии. В игре способность у Харапской культуры будут аграрии, то есть явно бонус к еде. Уникальный юнит я бы перевел как бегунки или бегуны. И в описании написано, что археологи не нашли никаких свидетельств того, что Харапская цивилизация участвовала в войнах. И они больше полагались на мирное решение проблем. Поэтому, видимо, это какая-то замена скаутов будет, что-то типа того. И, наконец, уникальный район — система каналов. Харапские города были построены вокруг реки Инд. Фермеры повышали урожайность окружающих земель и помогали поддерживать растущее население. То есть, видимо, тоже либо увеличивает места, где можно фермы ставить, либо просто дает какой-то бонус к еде. То есть, явно цивилизация на рост и мирное сосуществование. Следующая культура у нас — хетты. Они вармонгеры, что можно перевести как агрессоры, воители. Уникальный юнит — боевая колесница, что в некотором смысле похоже на колесницы Египта. Но в этом нет ничего удивительного, потому что обе культуры сосуществовали в одно время. И даже первый мирный договор в истории человечества, который, во всяком случае, дошел до нас, был заключен именно между хеттами и Древним Египтом под управлением Рамзеса II после битвы при Кадеше. Уникальный район — авари. И, судя по описанию, это будет с заменой аванпостов. Это одна из механик в Humankind, которая позволяет захватывать ресурсы без строительства городов. Похоже, у хеттов эти аванпосты будут намного сильнее или, наоборот, давать больше ресурсов. Ресурсов. Сложно сейчас сказать, но это замена аванпостам. Шестая культура — микенская. И они тоже вармонгеры-агрессоры, как и хетты. Если вы вдруг не в курсе, то микенскую цивилизацию еще называют Ахейской Грецией. То есть это доисторическая Греция с XVI по XI век до нашей эры. И часть критомикенской культуры. Название получила по городу Микены на полуострове Пелопонез. Уникальный юнит — Промачос. Он так и называется по-гречески. Я думаю, так и будет переведен. И на самом деле это знаменитая греческая фаланга, в общем-то. Похоже, будет иметь какой-то бонус от соседства других юнитов. Уникальный район. Я что-то затрудняюсь с переводом. То ли циклопическое укрепление, то ли укрепление циклопов. В описании сказано, что микенцы часто укрепляли свои города с помощью циклопических стен, которые создавали из огромных камней. Ну, видимо, бонус к защите городов будет давать. Это нумибийцы, и они у нас торговцы. Цивилизация на юге Египта. Они, кстати, даже, по-моему, как-то захватывали Египет древний. Царица Савская была нумибийкой. Но вроде как современные эфиопы — потомки тех нумибийцев. Уникальный юнит «Лучник Тассети». По-моему, точно такой же уникальный юнит у нумбии в шестой цивилизации. В описании сказано, что египтяне называли нумбию Тассети, что буквально переводится как «страна лука». Не в плане овоща, а в плане оружия. И уникальный район пирамиды Мироя. Точно такое же улучшение есть у нумбии в шестой циве. Королевство Куш когда-то было домом для богатой и могущественной цивилизации. Сегодня от них остались только руины пирамид вокруг Суданской пустыни. Сложно сказать, что это улучшение будет давать. Наверное, тоже какой-то бонус к деньгам. Ну и способность торговец — это явно плюс к денежкам, которые будут капать в нумибийскую казну. И опять же сложно сказать, какие бонусы у уникального юнита. Восьмая культура бронзового века переносит нас на американский континент. И это альмеки. И у них способность, которая еще не встречалась нам, — это эстеты. Альмеки-эстеты. Уникальный юнит метателей копья. Описание гласит, что альмеки были очуменными метателями копий, которые были сделаны из обсидиана, твердого дерева и костей. Даже на далекой дистанции эти копья могли проткнуть соперника насквозь. Уникальный район — гигантские головы альмеков. Я думаю, что игроки в шестую циву опять ощущают смутное знакомое название. Так и есть. Если вы становились сюзереном города-государства Лавента, то вы могли у себя строить эти самые гигантские головы. А Лавента — это культовый центр альмекской культуры. Находится на территории современной Мексики. Как раз там были найдены пять гигантских своеобразных изваяний человеческих голов из базальта. По 10-13 тонн каждая. Сейчас не совсем понятно, для чего возводились эти головы. То ли они были памятниками ушедшим лидерам, то ли как трофеи, захваченные у врагов. В любом случае, явно бонусы будут какие-то на культуру. И сами ацтеки будут давать бонус к культуре. Ну или какой там будет ресурс, заменяющий культуру. Девятая цивилизация бронзового века — финикийцы. И они тоже торговцы. Думаю, как-то подробно на этой культуре останавливаться не стоит, потому что они неоднократно упоминаются в Библии. Они предки Карфагена. И то, что в игре они получают способность торговцы, ничего удивительного, потому что, в принципе, они первыми создали вот эту торговую сеть на Средиземном море. Уникальный юнит у них — Берема. Это морской юнит. И понятно, что, видимо, финикийцам вообще желательно на море селиться будет. На побережье, на озерах. К этому подталкивает и уникальный район — Гавань. Во многом, кстати, способности финикие здесь похожи на способности их же в шестой циве. Ну а в описании сказано, что финикийцы обычно селились на месте природных бухт и использовали особенности прибрежного ландшафта как природную защиту для своих портов. То есть, видимо, это уникальный район будет давать не только бонус к торговле, но и к защите. И, наконец, десятая культура бронзового века — Джоу. На самом деле, так называют не культуру, а эпоху в истории Китая, которая как раз на бронзовый век примерно приходилась. Но разработчики решили так обозвать культуру. И они тоже эстеты. Уникальный юнит у нас снова боевая колесница. Очень уж популярны они были в бронзовом веке. Жан Че. Надеюсь, произнес правильно. Переводится с китайского дословно как «боевая машина». Интересно будет, конечно, посмотреть на столкновение всех этих боевых колесниц в бронзовом веке. Какая из них круче. И уникальный район — Конфуцианская школа. Конфуций, который служил советником при большом количестве принцев, был ментором, который давал уроки морали, справедливости и как быть добродетельным правителем. Могу предположить только, что либо на науку будет бонус, либо на культуру, а может и на то, и на другое. Вот и все 10 культур бронзового века. Что мы имеем? Одна американская цивилизация, две азиатских, я имею в виду, конечно, Среднюю Азию, одна полуафриканская, это нубия, а все остальные, в общем-то, средиземноморские, вокруг Средиземного моря были расположены. По их особенностям две культуры эстетов, две культуры торговцев, две культуры агрессоров и по одной аграриев, строителей, ученых и экспансионистов. И, пожалуйста, напишите, за какую из представленных культур вы лично начнете свою первую партию. Очень интересно. Если я что-то упустил, как всегда, прошу писать об этом в комментариях, либо исправлять меня. Следующие будут культуры или цивилизации античности. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok